Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции видео-урока следующая. Человек очень сильно эмоционален, до такой степени эмоционален, что сейчас у него радость, взрыв эмоций, радости, и мгновенно она сменяется каким-то непонятным унынием, разочарованием и страхом. И человек настолько эмоциями этими пользуется, настолько приводит людей в замешательство, что люди иногда говорят этому человеку. Вы знаете, когда вы говорили правду сейчас или две минуты назад. Или я тебя не понимаю. Ты и сейчас говоришь правду, или ты прикалываешься. Вот очень много людей, которым подвластно сильные эмоции, проявления и резкие перемены этих эмоций. Вот эти люди могут, скажем так, руководить, ну то есть не вводить в обман, а пользоваться обществом, скажем так, эдакие играть на общество, скажем так, предрасполагать в себе общество, вводить их не то что в обман, а делать их дурачками. Человек может, человек, который меняет очень сильные эмоции, который очень сильно переменит в эмоции, может настолько сделать людей сразу же счастливыми, что перевернуть эту ситуацию так и сделать их дураками. Как ни странно это звучит. И когда человек чувствует, что эти эмоции уже начинают перегибать палку, и он начинает от них зависеть, и он хочет от них избавиться, и он не знает, как избавиться, и он чувствует, что эти эмоции берут вверх над ним, то точка R4, да, джун, вам в помощь. То есть, можно полностью сказать, что у человека очень сильно страдают почки. Но это немножечко неправильно. Почему? Ответ смотрите внимательно в схематическом изображении меридиана почек. Восток гелотонкая. Если вы будете смотреть, как проходит внутренний меридиан, я еще раз внимательно показал внутренний меридиан почек, который контролирует и печень, дух человека, и, как ни странно, желчный пузырь. А желчный пузырь – это эмоции. Так вот, почки могут влиять на желчный пузырь, в следствии чего эмоции могут быть инь и янь. Спасибо за внимание.